Первый день, когда мы приехали в школу, нас встретили очень радужно вся верхушка школы, то есть декан нашей... Как ее зовут? Вы классный руководитель, программ менеджмент. Да, программ менеджмент, то есть, ну и все люди, которые будут помогать нам в течение наших трех лет. То есть, буквально за полтора часа нам подробно объяснили то, чем мы будем жить, чем мы будем заниматься, и как, и что для этого будет нужно. То есть, в плане с организацией все было, я думаю, на высшем уровне, все было конкретно и понятно. Ну да, в принципе, все. То есть, никаких затруднений в плане разных непоняток этого. Все было ясно, понятно и четко. Ясно. Денис, твои впечатления? Сначала было непривычно сам процесс обучения на иностранном языке, на французском, и я не помню, был ли у нас тогда английский. Сейчас у нас, ну, сколько, 4 курса новых языков английского, а тогда было все на французском. И из-за этого было немного тяжело. Но сейчас, я думаю, уже во втором семестре я привык к этому и адаптировался. Ну, ощущения первые были позитивные, негативные. Позитивные. Позитивные. Ну, если говорить в целом о программе, да, то, что вот вам рассказали, да, вкратце, да, мы знаем, что много стажировок. А что еще? Ну, как ваш учебный день, как процесс учебный организован? Ну, процесс учебный организован достаточно четко. То есть, мы имеем установленное расписание на полный семестр. А если же какая-то пара отменяется, ну, довольно-таки часто нас предупреждают заранее. То есть, это очень редко, когда нас не предупреждают. Но, как всегда, есть делеги. Как ты по-русски скажешь? В университетах, которые помогают организовать всю жизнь. Ты не помнишь? Ну, вот, руководители в классе. Ну, классный руководитель, программ-менеджер. А есть еще, как бы студенты. Ну, студенты, как раз. А, староста? Да. Но, благодаря старостам, вот, я вот уже являюсь старостой в течение двух лет. То есть, и мы занимаемся также организацией всей нашей будущей учебы. То есть, проводятся собрания. И, как бы, вот, я отвечаю, допустим, если нет какой-то пары, то есть, мне нужно идти и узнавать, есть ли у нас пара или нет. То есть, ну, практически все то же самое, как и в России, но более, как-то, я не знаю, мы более продвинуты, я считаю. То есть, на другом все уровне. То есть, у нас как-то еще так, а здесь все, как бы, через интернет, все можно увидеть на своем телефоне, компьютере, где угодно. Здесь не потеряйтесь в этом плане. Все очень доступно и все, понятно, сделано для студентов. Вай-фай по кампусу, да? Вай-фай, да, по всей территории университета. Все. То есть, никаких ограничений, все что угодно. То есть, библиотека огромная, также электронная библиотека. Ну, все можно делать из дома, без компьютера, с телефона, все что угодно. То есть, все очень удобно и практично. Что так? Денис, что-нибудь про учебу? Потому что, вот, говорили много о городе, и о программе, и о школе, и вот сам процесс учебы. Мне нравится, что нам преподают реальные люди, которые работают в организациях, которые не профессора, которые наделены теоретическими знаниями, но люди, которые имеют практический опыт и делятся этим опытом с нами. Вот это вот самое ценное, наверное, в библиотеке в школе. Ну, то есть, мы получаем знания, грубо говоря, не из книг, а напрямую от людей, которые прошли это, почувствовали. То есть, люди, которые действительно уже, наверное, повидали много, можно так сказать, которые передают нам свои знания, свой, как сказать, свой профессионализм, который они прошли, вот, в течение всей своей жизни, и учат нас не делать тех ошибок, которые делали они. То есть, это очень интересно, и, наверное, на каждом предмете мы узнаем много нового. Из жизни компаний, и то, что нужно компаниям, а не то, что написано в учебниках. И, как, наверное, ну, вот, мне так больше нравится, чем учиться по учебникам. Как бы это более интересно, мне кажется, для студентов. Ну, также, уровень этого обучения, он не падает от того, что люди, которые преподают нам предметы, как бы, они не являются профессорами, но у них есть та база знаний, которая именно действительно нам поможет в будущем и, не знаю, сделать нашу жизнь немного легче. Но, опять же, также я не могу сказать, что у нас нет учебников, у нас они есть учебники, но это идет как дополнительный материал, и, как бы, каждый студент может взять любую книгу, которая, наверное, связана с этим предметом, и, как бы, прочитать дополнительную информацию и узнать гораздо больше. Но я, например, ни разу этого не делал, потому что то, что дают нам учителя, преподаватели, этого достаточно, наверное, вот так вот. То есть это больше самостоятельно, да? Да, да, это уже больше самостоятельно, да, действительно, кому, наверное, очень... Ты тоже, Денис, ничего не читаешь? Язычагник читаешь? Не-не, нам дают разные материалы, которые вот для домашнего чтения, либо для себя просто, ну, то есть этого всего хватает. А что полезнее, библиотека или медиатека, где больше знаний, больше материалов, скорее, можно получить? В медиатеке, в электронной есть такие... Есть база данных, статей, журналов, всяких исследований, которые бывают полезны. Вы же не просто, да, учитесь, да, не просто, там, посещаете лекции, теорию, у вас есть еще и практические, да, занятия, какие-то проекты, еще что-то вот. Наверное, это тоже такое необычное, по сравнению особенно с Россией. У тебя вариант занятий, об этом тоже желательно, чтобы вы немножко нам показали, да, как это выглядит, насколько это все тоже организовано, насколько тяжело или легко даются такие задания. Ну, с первого года, как мы только пришли, нам сразу же сказали, что в течение всего года мы будем заниматься бизнес-планом, бизнес-планом, то есть созданием своей компании. Нас поделили на маленькие группы. 5-6 человек, да, где-то? 4-5. 4-5 человек. Да. От 4 до 6 человек. И мы были обязаны создать свою компанию в течение всего года. Как бы в бизнес-план входило все, то есть и то, как будет работать маркетинг, как будет работать финансы, то есть, ну, совершенно все. То есть, вот компания, которая должна будет выйти на рынок через год. То есть, вот такая была поставлена очень серьезная задача. С организацией подготовки этого бизнес-плана, я думаю, все было отлично. У нас были два прекрасных преподавателя, которые нам помогали в течение всего года. И говорили нам, подсказывали, как будет лучше, чтобы наша компания не прогорела, так сказать. Также в школе организовывались разные бизнес-игры. Помнишь мне? Вот, которая тоже нам очень, так сказать, можно сказать, помогла. То есть, все делается через электронный вид, через электронный, да, в электронном виде. Тогда нам нужно было создать идеальный финансовый бизнес-план, чтобы компания не прогорела. То есть, высчитывала все определенной программой. И это нам показало то, как может компания продвигаться в течение пяти лет. То есть, ну, школа дает все, чтобы учащиеся в ней студенты видели, чем и как будут заниматься после обучения этой школы. То есть, это безумно полезно для нас студенты, для будущих профессий и будущих руководителей компаний.